Здравствуйте, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же Моряк. Вы на канале Фокусы от Моряка. Я рад вас всех приветствовать. Сегодня у нас очередной видеовыпуск. Сегодня у нас будет обзор очередной колоды. А колод у нас бесконечное количество. Но сегодня у нас будет на обзоре вот такая колода, которая называется Artifice Tundra. Это всем известные, легендарные карты Artifice, но в белом исполнении. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, чем же они нас удивят. Итак, друзья, давайте посмотрим, что же из себя представляет легендарная колодка Artifice Tundra. Как вы видим, стилистика данной колоды это зима. Не зря она называется Tundra. То есть Tundra у нас, как правило, это заснеженная такая местность. И, собственно, Artifice Tundra подразумевает то, что данная колода тоже представляет из себя такую заснеженную местность. Итак, изображение колоды у нас классическое. То есть точно так же выглядят колоды Artifice других цветов. То есть ничего не добавлено. Единственное, что черно-белые тона. Надпись Artifice, узоры, вот эти вот полосочки такими с узорчиками. Как мы видим, пиковая мазь тут добавлена. Ну, собственно, здесь надпись Artifice Playing Cards Performance Coating. То есть Artifice игральные карты, демонстрационное покрытие. Здесь The Illusionist Playing Card Company. Ну, то есть компания, которая выпустила данные, которая придумала данные карты. Это всем известная компания Illusionist. То есть вот собственный их логотип. Ну, как обычно, Made in USA и т.д. и т.п. На обратной стороне мы видим изображение, которое присутствует у нас на рубашке данной колоды. Сверху известная надпись, которая находится также на других колодах Artifice. Это Ars Est Cilar Artem. Эта латынь переводится как «Истинное искусство незаметно». Что, в принципе, и должно быть в данном искусстве. А иначе какой же вы будете фокусник, если попалите все свое искусство? Здесь мы видим надпись Artifice Tundra на язычке. Открываем. Здесь такие вот, типа как звезды. И давайте посмотрим, что же у нас внутри коробки. Внутри коробка такая же белоснежная, как и заснеженная тундра. То есть ничего мы там такого не увидим. Ну, конечно же, первым делом давайте вдохнем аромат новой колоды. Проверим, как она пахнет. О, господи, прям сожрал бы эти карты, как они чудесно пахнут. Итак, друзья, вот таким вот образом выглядит рубашка колоды Artifice. Обратите внимание, здесь такое вот все просто бело-бело-бело снежное. Давайте посмотрим Джокеров. Джокер и Ту Спик. Так, Джокеры это два вот таких вот молодых человека, как вы видите, да. На первый взгляд они абсолютно одинаковы. Но, если присмотреться, то у одного в руках пиковый туз, о, прошу прощения, червовый туз. А у другого в руках рубашечка Artifice перевернутая. Да? Да. То есть вот такие вот у нас Джокеры. То есть два таких вот джентльмена в шляпах. Далее. Пиковый туз это фишка Artifice. Именно вот такой пиковый туз, если вы где-то увидите на картинке, знаете, это Artifice. Потому что только у них вот в таком вот стиле нарисован пиковая масть. То есть такая вот двойная лента, которая соединяется посередине. Появляется надпись Пик и, собственно, надпись Artifice. То есть вот такая вот роскошная картишка получается у нас. Давайте пробежимся по самой колоде. Что мне нравится в картах Artifice? В первую очередь это то, что изменены шрифты. Да, обратите внимание. Изменены шрифты и сами изображения мастей. То есть это не классика, как в стандартах. Это уже что-то другое. И это, черт возьми, фишка данной колодой. Я за это прямо ее очень уважаю. Далее, изображение старших карт тоже изменено. Как вы видите, цветов здесь никаких нет, кроме как черно-белые цвета. Да, то есть тундра и земелька черненькая кое-где выступает. Да, вот такие вот у нас валеты. Дамы, короли. Обратите внимание, они прикольно так прорисованы. Вот за что мне, собственно, нравится эта колода. То, что именно Artifice. То, что здесь изменены, черт возьми, наконец-то уже старшие карты. То есть в большинстве колод, как правило, лица стандартные. Далее, что здесь еще фишечка. Кто видел колоду Bicycle Призрак. Такая колода, кстати, тоже есть в моем магазине. То изображение красных мастей. Там сделано так, что индексы сделаны красным, обведены черным. А вот посередине они просто черные. То есть точь-в-точь, как в Bicycle Призраках. Очень-очень прикольно. То есть вот таким вот макаром выглядит наша тундрочка. И, соответственно, также бубновый валет. Бубновая дамочка. Бубновый королек. И пошли на убывание. Крестовый король. Крестовая дама. Крестовый валет. Прикольное изображение крестовых мастей. Естественно, другие шрифты. И то же самое с червями. Червовый, дама, валет. И все то же самое на убывание. Точно так же, видите, красные масти. Сделаны именно вот красные только индексы. Само изображение на картах. Черное. Далее. То есть у нас есть даблбэк карта. И, соответственно, рекламная карта компании Иллюзионист. Что касается ходовых, так сказать, качеств. Ну, карты такие в меру жестковатенькие. Не жестче, чем байсикл стандарты. Ну, конечно же, превосходнейшее покрытие скользящее. То есть если мы будем брать и делать веера, то они у меня сейчас, наверное, даже развалятся в руках. А нет. Нет. Нормально контролируется. То есть ленты, вееры, все делается отлично. Тасовочки все. Давайте проверим. То есть у нас все хорошо получается. Ну, ребята, короче, карты качественные, карты превосходные. На мой взгляд, это одни из самых крутых карт вообще Artifice. Раньше я на них как-то вообще не обращал внимания. До тех пор, пока мне не попало на обзор. Первая колода из этой серии. Да, вот с тех пор я эти карты прям зауважал. Ну что ж, друзья, ссылочка на покупку данной колоды, конечно же, будет в описании. Потому что ее можно приобрести в моем магазинчике карт моряка. Помимо этой колоды, там еще много других разнообразных карт, которыми пользуемся мы все, мы фокусники. Ну что ж, на связи с вами был Сергей Куликов, он же моряк. Это был обзор колоды Artifice Tundra. А я с вами прощаюсь. И до хранят вас боги моря и небес. Пока-пока.